всем привет вот честно вам скажу никогда не думал что я буду заниматься ретро темой и тем не менее вот попал мне в руки каталог duty free 1986 года и тут есть кое-какая аппаратура ну я не мог себе отказать сделать маленькое видео по нему и показать что почем стоило 86 год самый рассвет и тема магнитол там и магнитофонов и прочее прочее поэтому я с удовольствием посмотрел этот каталог ну и попытался так сказать с вами вместе полистать я покажу вам чуть дальше там иногда мой нос выскакивает ну я его там постараюсь как-то заветуширует что не обижайтесь ну здесь сами понимаете алкоголь сигареты ну что народ duty free ломится сразу там конфеты сигареты алкоголь и духи ну тут она все это и есть видите ему там прочее какие-то штукенции посуда прочее там в общем все это смотреть бессмысленно вышел он очень толстый но то что касается аудиотемы я постарался так вот глупым по европам показать ну и с удовольствием сам посмотрел потому что я не знал что почем было тут конечно не все что продавалось и времена и здесь однозначно было дешевле чем магазинах потому что так называемый отсутствовал там видите да налог на добавленную стоимость интереса ради я взял наши каталоги вот тут есть роспосыл торг понимаете чтобы как говорится таблетка от ностальгии посмотреть чтобы не хотелось мне советский союз хотя все мы родом оттуда и вспоминаем лучшее там скажем можно было сделать операцию ни копейки не заплатить но можно было бегать там за колбасой искать ту колбасу я не могу однозначно оценить мы оттуда выросли плеваться в ту сторону я тоже не хочу тем не менее было и такие какие-то вещи когда на венеру посылают корабль и а джинсы сделать него чтоб нормально терлись там какую-то тряпку сделали назвали орбита и и те кто пошустрее у нас конечно и выезжая за границу они косили чеки там боны там и прочие вещи вот для них были такие вот каталоги аппаратуры я по моему когда-то давал вот эти вот что-то было там раньше видео здесь тоже здесь что хорошо цены указаны написано там 160 рублей или написано 150 рублей я не помню сколько там 0 надо было добавлять наверно не меньше чем 0 но во всяком случае грюндик двухтысячный он стоил 205 рублей я думаю что наверное где-то две тысячи так точно он стоил ну или еще что-нибудь знаковое которое я знаю ну какой-нибудь радиоприемник panasonic например 22 рубля стоил но я думаю что 220 рублей на на сразу за него дали вы потому что как минимум он был наверно с тринадцати метров не еще раз говорю что я не знаю курс пересчета ну вот смотря в тот каталог на расплывающиеся краски на нечеткую печать ну вот я понимаю что и этот каталог на на тоже вне шторг рекламы печатали где-то или финляндии или еще где-нибудь но тем не менее отказываться от прогресса когда вот все вещи удобные мы не будем тем не менее до должное что раньше вещи были такие знаете реально качественно я имею в японские немецкие вещи наши вещи были конечно хорошие качественные сейчас я тоже пишу там это эпохи ссср сделано но тем не менее вот как-то не очень мы стремимся такие вещи собирать хотя есть категория людей любящих советское вот пожалуйста даже баллайки специально не подбирал баллайка пожалуйста добра гитара можно было купить по салторге заказать так перехожу к видео еще раз если какие-то там косяки заранее извините что господа и дамы начнем изучать ассортимент что там нам русалочка заготовила копенгагене петер джастисен здесь цены в долларах и фунтах но я сделал закладочку где у нас аудио идет посмотрите сами тут парфюм всякие кремы прочее прочее то куда я не захожу и куда заходят женщины обычно в duty free сигареты пожалуйста курящим алкоголь вот алкоголь очень популярные отделы duty free чем метет народ несмотря на цену ладно вот здесь аудио equipment чуть чуть раньше фото было фото не наша тема вот тут видите почти 200 страниц но все мы не будем смотреть мы чуть-чуть под сократим поскольку не все интересно для нас как здесь разбито по ценовым группам да там 375 доллар выше на общем это мало интересно вот а его очка у нас здесь а его музыкальный комплекс ну из я так понимаю простеньких здесь пишется номер 416 45 416 и вот ее цена а цена и очень даже немало 431 доллар 58 центов ну это очень немало это не те доллары которые сейчас у нас который алан гринспен с вертолета разбрасывал это настоящие доллары так а его продолжается спи и систем 1200 что это такое 45 456 вот она и стоит это тысячу семьдесят четыре доллара семьдесят четыре цента ё-моё какая вещь а ну наверное она стоит того в живую не видел а тут еще по моему этот самый ченджер кассеты заряжаешь как минимум раз два три четыре пять шесть 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 кассет заряжаешь но такие вещи денег могут стоить это еще на на круче а нет 800 это 1200 это 8800 а его как цена и и 443 ну тоже немало 746 84 почти 750 долларов крутая штука конечно тут конечно особого ченджера нету но характерная пианинка как народ называет панель выступающая вперед аксессуары мы не будем смотреть а кай стойка кай про 301 понятно что кассетная дека очень простенькая будет сам комплекс стоит немало 521 доллар 5 центов что у нас тут еще клэрити м20 тоже какой-то ну я обычно смотрю на кассетные деки такие кассетные деки они во многом говорят но это самая простая вам 301 модель а нет 30 hx30 здесь у нас до 301 по моему до 301 неважно это простенькие аппараты поэтому особо за задерживаться на них не стоит вот уже немножко пошло посложнее кай 45 047 вот она у нас стоит 710 долларов ну тут кассетная дека тоже не особо усилитель такой по мощности два по 110 ватт но это очень немало на 8 ом диновские я скажу что очень даже неплохо ну кассетная дека еще по моему ниже x вот я не вижу что тут было написано же x кассетная дека у нас hx до r40 до реверсная судя по всему раз р значит реверсная бенгендолоса но это можно разглядывать часами вообще-то говоря классные вещи такие тут по-моему и сиди и винил до крутенько для восемь шестого года это по моему такая вот пятитысячная модель тысяча триста пять долларов стою просто потрясно вот минимализм и все со вкусом понимаете никакого выпендрежа и и просто красота но ты свое мнение высказываю тоже бенглолсон более дешевая 300 система это у нас она вот она и того она стоит девятьсот тридцать один пятьдесят восемь тоже а это на чем-то добито до excluding loudspeaker так атака на 847 здесь по моему шеститысячная модель страшно подумать сколько это стоит например вертушка я сейчас интересуюсь тотал систем прайс до тысячи четыреста шестьдесят восемь ну да денег конечно но это помимо это весь комплекс такой я могу конечно ложатся и неправильно что-то назвать вы меня извините я сходу пожалуйста можете зафиксировать страницы посмотреть сами где то что они перепутанные страницы здесь в смысле страницы а вот номера идут не по порядку что есть очень трудно идти так бенглой джей виси джи x1 бенуби наверно то black было модно у джей виси справа кассетница 46 226 вот она и стоит она 348 долларов ну почти 350 назад я показываю и и а это уже подороже 3 x3 да вот он 254 на следующей странице переходим 679 47 ну 680 долларов такая комплекс стоил эквалайзер там ресиверы так по а нет этого усилитель тут отдельный тюнер вертушечка ну и двухкассетная дека в кассетные деки обычно всегда ставились такие комплексы так это формат миди пошел у них 271 моделька сейчас попытаюсь его быстро найти 511 долларов вот вот 11 долларов что немало тут лосарий что означает да там децибелы build drive и прочее то мы и так знаем да mitsubishi довольно редкий гость на наших просторах видите кассетная дека плоская такая загоняется двойная вот лежачая кассета этот комплекс 513 стоит мы так понимаю что до 657 долларов он стоит филипс не как-то не поклонник филипс поэтому не буду останавливаться но тем не менее он стоил 704 доллара что тоже очень немало скажем для тех времен стойка пионер сороковая сейчас скажу сколько она стоит а ну тут наверно а вот она да но она недорогая 325 долларов с копеечками вот более интересный пионер sound composer grill removed это колоночки и стоил этот компот весь тысяча двести восемьдесят четыре доллара двадцать один цен ну впечатлил меня очень хороший такой по цене во всяком случае 909 это у нас был какой просто компа sound до а 550 это 909 767 и стоил он 657 долларов тоже неплохой скажем так ну я особо эти наборы не жалую когда-то когда я увлекался аудиотехника я их покупал обычно в разнобой разных фирм то что мне нравилось конкретно вот стоит 384 доллара 505 система стоит шарп шарп во всяком случае нам знаком до кассетные деки такие как на восьмисотом видите кнопочки шарп систем 609 стоило но ну немало скажем 615 долларов а вот уже с вертушечкой тут 203 453 68 долларов сансу и ну сансы и фирма крутая конечно посмотреть ресивер 7000 и и больше можно ничего другого не смотреть 1002 доллара 67 центов миди систем но я так понимаю какой-то тут хитрый проигрыватель на необычный судя по всему так это что-то попроще конечно и соответственно она подешевле 550 модели стоила на все 366 долларах как сансу и тоже красота какая-то немереная тем не менее 710 долларов расту а еще с пультом она даже как это у нас стоило 990 это 900 это 990 990 стоило 963 доллара вот это вот так это у нас продолжается сансу и я просто смотрю такие эти самые и стоит он 1147 долларов 37 центов вот весь ассортимент ну дека дека менялась видимо судя по всему там можно было двухкассетное можно было однокассетным так это я даже не буду в экономии для экономии времени вот sony классная штука конечно но денег наверно она стоит 357 это сэшен без систем вот она стоила 768 долларов 42 цента это миди формат судя по всему 33 сантиметра ширина у нас присаживать 33 так она стоила 682 доллара вот такая штука у вадима палыча до сих пор стоит куда-то надо пристраивать и она довольно недешевая она стоила 441 доллар 58 центов вот это миди система 700 это любимый многими то и мной в принципе но это не магнитола это музыкальный комплекс хотя выглядит конечно как магнитола f10 у них подвесы конечно осыпается это свои для панасоника приклеиваем получалось не очень там я поверху клеил тем не менее и стоил он ну я скажу немало 514 долларов 21 цент это duty free без налога в магазинах могло стоить еще дороже вот и фэш 11 тоже хорошенькая штучка стоил 462 доллара 63 цента это мы не будем ресивера кай он какой-то простенький не бомбезный вот я просто стоп-кадр сделать и посмотрите сами jvc ресиверы пошли вот для экономии времени а так держу если что стоп-кадр и видите сами так усилки пошли ну вот я вижу а x400 x500 у меня 400 и был правда серебристый его привозили мне что-то там тысячу чем-то рублей а x400 стоил у нас 238 долларов 84 цента привозили его из берлина западного и он стоил 1000 поле 200 1400 рублей что немало короче говоря ну вот можно посчитать один к пяти наверно что дошел доллар усилки пионировские ценились те времена помню 66 было тут 77 и 88 но стоили они примерно 400 долларов и примерно 540 долларов я уже центы не буду говорить вам так sony усилки вот сансу и более интересные чем sony sony видите тут один стоит 252 2 148 а вот сансу и конечно это бомба ну и стоили они там эти 650 и 354 зафиксируйте страницу посмотрите так тюнера пропускаем сейчас это не актуально хотя тоже конечно хорошая тема была экономим время колонки boss pioneer pioneer то не гарантия что вот купить у меня была динамики с какой-то колонки которые мы просто никак не звучали вот сансу и конечно тут хороши они я думал что они намного дороже стоит но они стоят но вот вот такие вот красавцы 658 вот они стоят ну я сказал бы не очень дорого 200 долларов ведь не фантастика пропускаем джамах конечно тоже хорошие там но я не буду сейчас это указать бенгин-долларсон акустика отдельная компакт диски пропускаем конечно интересно ну вот бенгин-долларсон да красота остальное экономим экономим время пионер компакт диск акает он тейбл вот он тейбл там еще более-менее в те времена мы любили 250 400 долларов стоили кайф а нет это пардон я бенгин-долларсон думаю что-то многовато для икаевских акаевские стоили 72 доллара 182 доллара но это тангенциально это подорожная на 182 доллара ну бенгин-долларсон я уже цены называл 400 долларов до 490 440 jvc та же самая ценовая политика микро целом 120 долларов стоит 120 9 стоит долларов я так думаю что вот этот 209 хотя давайте уж точно скажу 339 122 доллара стоит а вот тангенциальный стоит 209 долларов сонечка пошла какая-то пионер тут ниже цены я думаю видно модели тоже можно разглядеть сансу и я не буду вертушки смотреть тут у нас аксессуары для этих самых кассетные деки а его ну вот двухкассетная с панельки вперед ну я хотел бы показать от 466 эта модель реверсная 177 долларов adr 450 а 640 стоила 8 268 640 это вот это по моему да так что это реверс на это обычные трехголовая 640 ну вот ценная информация пока и насколько вы помните было у нас очень-очень популярна девятка вот эту я не особо знаю gx r60 вот сколько стоило девятка 60 стоило больше 304 доллара стоило а девяточка у нас стоило 412 долларов 63 цента в общем 400 слишком немало но это duty free винтаж кассет указана цена там побольше по моему на нее так шарп 1010 там или какая-то модель видите кнопки такие у у меня такая была какого 800 протяжки абсолютно и она стоила 168 долларов 42 цента красота солнечки солнечки я не буду честно так сказал не буду тем не менее одна из них стоила 198 с копейками вторая 231 gvc пионеры пошли ну я немножко под сокращу вот пожалуйста посмотрите номера тут указаны цены указаны тут я думаю что видно так пошли стоечки кассетные деки так это сансуи двухкассетный но сейчас мало интересно она автореверсная сансуи сколько стоило 45 541 она стоила двести семьдесят четыре доллара вполне приличная сумма пошли у нас чистящие кассеты аксессуары опять такие био-центр пошел пропустим если кто хочет стоп-кадр сделайте то же самое стоп-кадр грюндик грюндик не фаворе он грюндик оказался в эти времена он по радиоприемникам больше так митсубиши какой-то миди формата или что это у нас такое вот он стоил 623 доллара за что сами судите а я могу сказать за что видите ченджер стоит на 7 кассет вот потому он такой дорогой philips не очень-то какой-то он постный вы зетки шарповские 1600 модель да она стоила триста тридцать шесть долларов восемьдесят четыре цента это вы зе . вот это вот которая две стороны она сразу читает то есть диск переворачивать не надо пошли приемники грюндиковские ну-то конечно хорошо но ну вот сколько стоил 650 сателлит например так это у нас 400 и насколько я понимаю до 400 и стоит ровно 200 долларов а вот 650 и у нас стоил 484 доллара мы почти 500 до 500 и и есть жалство он и часто дорого стоит так пошли филипки а сони вот такой у меня приемник 20 01 сейчас я вам скажу а и и и такой тоже мне есть было 2 их 76 00 или 7600 дэшечка дэшечка стоила 211 долларов крайне немало скажем крайне немало так в 800 это да сони у нас довольно хорошая моделька и стоила 192 доллара она на следующей странице на 20 01 да вот он 367 долларов восемьдесят девять центов не дешевая вещь сейчас они стоят где-то плюс-минус 200 долларов народ может и кривится что дорого но а извините если она тогда 400 долларов стоило чё ж вы хотите то так пошло тут несколько друже так магнитолки наши любимые магнитолки а его очка простенькая 82 доллара посложнее двухкассетная 102 доллара и вот 300 а вот это вот у нас стоило 112 долларов 230 самая дешевая на 82 доллара ну а это стоило 102 доллара такие сейчас не очень-то популярные слишком слишком простые они вот еще а его вот из интересного плеера а его конечно тут просто есть красавцы вот моделька вот моделька денег стоили сейчас скажу вот например это стоило 125 долларов 26 центов а это 165 долларов с центами вот красавец аппарат 504 модель наверху 124 доллара 121 цен прелесть просто прелесть а sony пройти невозможно тут спорт я не буду говорить что это за моделька я не знаю там можно посмотреть 733 у нас будет 102 доллара стоила модель wm 75 спортивный вот этот у нас спортивный эта модель 724 стоила 66 ну недорого принципе 66 84 зато вот эта тоненькая машинка конечно 726 110 долларов просто прелесть просто прелесть конечно такие знал бы прикуп жил бы в сочи набери таких а я уже не говорю про этот двойной 800 модель ё-моё стоил он там 200 долларов с копейками если быть точным 205 26 сколько он сейчас стоит я думаю от 1000 вверх а если он в состоянии но понимаете это примерно как bitcoin купил его за три копейки и жди а вот еще классная вещь тоненько как кредитная карта приемничек fm стерео ресивер эти ручка настройки у него плоский у него разъем для наушников какой-то хитрый потому что толщина его 3 миллиметра минимальный джек вы сами знаете он три с половиной миллиметра это просто прелесть и стоил он поможет до 100 долларов сейчас скажу да он стоил 87 долларов 37 центов весил 33 грамма ну там зарядка еще была размер 54 миллиметра на 85 и и на 3 миллиметра 0 3 сантиметра здесь для меня так вообще про эту модель я вообще ничего не говорю поскольку обладаю ей и рад счастлив что мне удалось его накружить на стоило 156 сейчас мы скажем сколько 304 доллара 74 центов у нас на виолете выставил человек нерабочий там какие-то провода оборваны торги были интенсивные забрали что-то порядка 6 600 но это больше чем 150 долларов 150 с копейками автомобильные мы пропускаем нам это мало интересно сейчас очень мне а вот кассеты смотрите сами басовские кассеты что почем тут принципе все видно катушки вот и дыка я бы даже вам и фьюджи и sony есть но ты дыка и детей если быть правильным вот например металлическая 45 909 45 909 вот она стоила 5 долларов 43 цента тоже набери их и сейчас они по моему долларов по 40 и выше насколько я понимаю вот еще была супер авелин катушка километровка я так понимаю это километровка стоила 30 долларов с центами ну я посмотрел на предыдущей странице вот здесь вот ведь пожалуйста в общем было это не дешево но сейчас стоит каких-то запредельных денег ну я не имею ввиду вот скажем частности катушка на металлической основе ну тем не менее что стоили кассеты все тут закончилось в принципе можно завершать эту спасибо за внимание буду рад если кому-то дал ценную информацию